САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И таким образом, наконец-то, полностью закрыли преступную группировку Радостная новость, но, к сожалению, это все не так На самом деле задержали рядовых участников банды, мелких сошек Ну, как это часто у нас бывает Знаете, как у наркоторговцев? Задерживают малолеток закладчиков, мелкие магазины закрывают Для статистики, а матерые наркобароны остаются на свободе и продолжают вести свой бизнес Так и здесь предполагаемый вождь индейцев Сергей Плужнов остался на свободе Какие-то ОПГ занимались вымогательством Кто-то крышевал проституток, кто-то занимался похищением, кто-то убийствами ОПГ индейцы взяли на себя, возможно, самый сладкий кусок Это врезки в нефтяной трубопровод, который проходит по Самарской области ОПГ индейцы банда, которая занималась раньше и занимается в настоящее время воровством нефти У государственной компании Роснефть Прямо из-под носа Сечина выкачиваются колоссальные объемы сырья По предварительной оценке злоумышленники с начала года могли откачать 18,5 тысяч тонн черного золота За мной сейчас здание Роснефти По данным журнала Forbes в 2012 году в Самарской области было украдено нефти на 40 миллионов долларов Как вы думаете, куда идут эти деньги, которые не облагаются налогом, которые в принципе это черный нал? Это очень хороший результат, один из лучших в глобальной отрасли Самарскую нефть встречали даже за границей, на заграничных биржах Отрезали от трубы Сотрудники областного управления ФСБ обнаружили незаконную врезку в магистральный нефтепровод Отвод длиной 2 километра привел оперативников на базу в Похвестневе Украденные реализовывали на базы в Самарской, Саратовской и Оренбургской областях А буквально по соседству с криминальной нефтебазой обнаружили завод Который занимался переработкой нефти без лицензии и с существенным нарушением экологических норм 40 миллионов долларов это только в 2011 году Что творится сейчас, трудно подсчитать, да и никто и не хочет Всех это устраивает, потому что все получают свой процент 40 миллионов долларов и 180 миллионов баррелей нефти в год Также информация об этой банде появлялась и в других зарубежных СМИ Наше расследование касается предполагаемого главаря ОПГ индейца Сергея Плужнова Который имеет прямое отношение к хищениям нефти А нашальные деньги от продажи ворованного держат в страхе всю Самарскую область Рэкет, избиение сотрудников ДПС, поджоги автомобилей, перестрелки У него даже есть собственная комната пыток Но вот более 20 лет правоохранителя ничего о нем не знают Как такое получается? Если Плужнов катается на машине с логотипом своей ОПГ индейца Вы посмотрите на этот Порш Лужнова А вот еще фотография вспомогательной Газели Представляете, насколько он чувствует себя безнаказанным? То, что происходит в Самарской области сейчас Очень напоминает разборку итальянской мафии Угрозы, убийства животных, похищения, избиения, полный комплект Я давно не встречал такого, что люди наотрез отказываются хоть что-то говорить Когда слышат то имя, которое нас интересует Просто прямо говорят Лучше уезжайте, если вам дороги ваше здоровье и жизнь И они нам не угрожают Это искреннее предупреждение С другой стороны, все это неудивительно Ведь пока мы были там, наша съемочная группа была там Практически на наших глазах похитили свидетельницу По этому уголовному делу Как выяснилось потом, двое людей в штатском Похитили человека, девушку И под давлением заставили отказаться от своих показаний Поджоги автомобилей, отравление домашних собак Как предупреждение, угрозы, избиения И все это, чтобы никто не показал пальцем На предполагаемого главаря ОПГ Индейца Сергея Плужнова Мы расскажем вам, как внезапно из всех СМИ Пропала фамилия главаря банды Покажем уникальные кадры со скрытой камерой Расскажем всю схему хищения нефти И назовем причастных к сокрытию полицейских чиновников и должностных лиц Покажем эксклюзивные интервью и многое, многое другое Данным материалом точно заинтересуются сотрудники ФСБ Мы рассчитываем на возбуждение уголовных дел Сейчас у нас остается еще много работы Мы продолжаем опросы, изучение документов и проверка из схем Я прошу вас максимально распространить это видео Особенно среди жителей Самарской области Отправьте в городские группы, друзьям из города Нам пригодится любая информация об ОПГ индейцах А пока что до свидания Ждите нового фильма расследования До свидания